Здравствуйте, дорогие друзья! После небольшой паузы мне вновь очень приятно приветствовать вас в эфире информационного блока от Славянской Церкви Адвентистов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Слава Богу за чудесный отдых, который он нам подарил. Мы, чуть набрали сил, возобновились и готовы дальше продолжать свое служение, проповедуя Евангелие тут, на нашей территории и далеко за ее пределами. Как всегда, начну с информации о ближайшей субботе, а это уже будет завтра. Завтра у нас будет особенный гость на нашем благослужении. Это человек, который занимается проповедью Евангелия вместе со своей командой на территориях коммунистических стран. К сожалению, из-за особенностей этого служения мы не сможем транслировать его в прямом эфире и его не будет в записи. То есть, если вы хотите узнать о тех опытах, которые они переживают, проповедуя Евангелие на этих территориях, мы приглашаем вас посетить нашу церковь. Я думаю, что это будет благословением для каждого из нас. Также хочу напомнить, что по окончании этого служения у нас будет особенный сбор пожертвований для поддержки вот этих проектов, которые они там совершают. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, принимая участие вот в этом служении. В 6.30 вечера же нас приглашает молодежь, то есть наше молодежное движение ЛЭД, на особенную тематическую встречу, которая будет посвящена рождению Иисуса Христа. Понятно, мы живем сейчас вот в такой период, время рождественских праздников, и мы со своей стороны хотели бы коснуться вопроса, а для чего же Христос пришел в этот мир? Какую Бог цель преследовал, посылая своего Сына на нашу землю? Да, мы понимаем, даты не те, праздник сегодня теряет, к сожалению, в светских кругах тот смысл, который изначально он имел, но все же мы хотим, воспользовавшись этим временем, пригласить вас, пригласить ваших друзей и знакомых для того, чтобы вместе с вами порассуждать над этой темой. Повторюсь, встреча будет проходить в 6.30 после обеда, и она будет проходить в малом зале, так что всех вас приглашаем. Во вторник же у нас в 7 часов вечера будет встреча Совета Церкви, так что, братья, если вы являетесь членами Совета, не пропустите эту встречу. Сестер это тоже касается. Ну а в следующую же субботу у нас начинается молитвенная неделя. Она будет с 17 по 24 декабря. Служение в субботу будет проходить, как обычно, утром. Вечером же встреча будет в 5 часов, так что всех вас ждем. В воскресенье наша встреча будет в 6 часов вечера. А после этого служения мы хотим провести особенный вечер знакомства с нашими братьями, сестрами, друзьями, которые приехали за последние 6 месяцев сюда к нам, ну, на постоянное или долгосрочное место жительства. Так что всех вас приглашаем, будет много пиццы, будут фрукты, будет чаечек и очень приятная атмосфера. Думаю, что нам всем будет очень интересно познакомиться с нашими друзьями поближе. Итак, не пропустите. В воскресенье в 6 часов вечера молитвенная неделя и после этого служения будет особенная встреча в Малом Зале. В понедельник же наша встреча будет в 7 часов вечера, во вторник, в среду тоже в 7 часов вечера. В четверг молитвенного служения не будет, но в четверг у нас будет детская программа. Так что всех деток приглашаем не пропустить эту встречу. Сейчас вы увидите QR-код на ваших экранах. Если вы перейдете по этому QR-коду с помощью вашего телефона, вы попадете на страницу для регистрации. Зарегистрируйте вашего ребенка. Также вы там можете зарегистрировать детей, ваших соседей, друзей, знакомых, всех, кого вы хотите привезти с собой. Я думаю, что это будет очень чудесное время для наших детей. Друзья, мы ждем вас с нетерпением. В пятницу же наше служение молитвенное будет тоже в 6 часов вечера. Ну а в субботу по завершению молитвенной недели у нас будет вечеря Господня. Также по нашему обычаю в заключении молитвенной недели у нас есть пожертвования годовые, как мы их называем. Благодарственные годовые пожертвования. Пусть Бог благословит ваше сердце. Я думаю, что несмотря на всякие перипетии, которые сегодня происходят в этом мире, нам есть за что благодарить Бога. И это один из способов, поддерживая разные церковные проекты нашими финансами, не то чтобы признать, а показать, что мы понимаем, насколько мы зависимы от Божьего благословения в нашей самой жизни. Поэтому пусть Бог счастлив нас благословит в этом мире. Хочу также сказать, что, как мы и говорили раньше, мы ждем 31 числа тоже гостей в нашей церкви. Это будет Павел Кулаков из Алабамы. А 6-7 января у нас гостя будет Артур Штели вместе с его супругой. Напомню, это вице-президент Генеральной конференции. Ряд очень интересных тем, встреч. Также у нас будет возможность позадавать им вопросы о жизни, служении и развитии Циверной Церкви. Думаю, что это будет тоже очень интересное время для нас с вами. Это все по поводу объявлений. Хочу также просить вас, чтобы вы и дальше молились за нашу сестричку Ольгу Козыренко, за нашу сестру Милу Полыга. Также я знаю, что много людей сейчас болеет в связи с тем, что обострились разного рода ОРВИ заболевания. Так что, пожалуйста, молитесь, чтобы Бог дал выздоровление тем, кто заболел и укреплял здоровье тех, кто не болеет. Чтобы они и не болели. Ну, конечно же, мы не перестаем молиться за то, чтобы война в Украине прекратилась, чтобы все это закончилось. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 10, 4 стих. И тут сказано. «Господь во святом чертоге Своем, Господь на небесах престол Его, Отче Его все видит, взором Своим испытывающим, всматривается Он сынов человеческих». Такой текст, непростой. Но, знаете, иногда нам надо понимать, еще раз остепениться, еще раз осознать, понять, что то, что мы живем на этой земле, это не просто жизнь, которую мы себе проживаем. Это шанс, который Бог подарил каждому из нас, чтобы, живя этой жизнью, мы могли приобрести жизнь вечную. Поэтому, да благословит Господь каждого из нас в каждом нашем дне, чтобы, просматривая эту жизнь, как тут сказано, всматриваясь в нашу жизнь, Бог видел нашу любовь и наше желание быть вместе с Ним. Желаю вам всего наилучшего и до встречи уже в эту субботу на наше благослужение. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова